Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, наш милосердный Бог! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно и вовеки веков! Аминь! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Царю Небесный, утешит ли души истины? И же везде саи вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очисти не от всякой скверны, и спаси благо души наши. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешутся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правдой, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешутся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правдой, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, Игнать, Игнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так нальи, пророков и бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потерять силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечи свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнику, и светят всем в доме. Тогда светит свет ваших перед людьми, и чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йода, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Старстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Старстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказанное древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет своему брату рака, что значит пустой человек, подлежит Синдриону. А кто скажет безумный, подлежит гениуме. И так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим вскоре, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебе судье, и не вергли бы в тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было держено гиеной. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось ее от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было держено гиеной. Сказано также, что если кто разведется женой своей, пусть даст ей разводное. А я говорю вам, кто разводится женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей полу прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древно, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно под ножей Бог его, ног его, и ни Иерусалиму, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, но потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово твое, да да и нет-нет, а что сверху этого, то отлукаю. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя вправо и щеку твоей, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебе идти с ним в одну поприще, иди с ним в два. Прощащему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «Люби ближний твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, не любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце Своим восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на правильных и неправильных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли дело-то мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец вас в Небесном. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Мир тебе! Ты православный? Нет. А кто? Человек. Ну, какой вера-то? Ты крестишься? Я Боже, я без веры. Ну, ты же крестишься. Я крестусь по приколу, понимаешь? Для меня это ничего не значит. Ну, для тебя лишь по приколу. А для Бога это не по приколу. Это реально. Ну, видишь, ты послушал. Ты послушал хотя бы. Как ты читал, пока я иду присоединился. Ну, так пролетают, пролетают. Тут останавливаются. Ну, тут сам ты видел, помойка вообще полная. Что только люди не делают здесь. Ужас какой-то. Я думаю, вот хоть с писанием немножко может кого-то остудит. Ну, они, они, они пролетают, пролетают просто как эти, как огня сразу пролетают. Вот ты, я молился, ладно, что ты видишь, послушал. Ну, и то тебе польза будет. Может, ты и не веришь, да? Может, ты и не веришь даже. Я это читал, я это читал. Я вспомнил вот это, про то, что глаза надо вырвать, отбросить, там руку отсвечить. Ну, это же не о глазах. Это, на самом деле, речь-то не о глазах. Да, да, я знаю. Это все более глубоко там. Да, да, это все более. Это все помогает человека вырвать из греха. Это все. Это о друзьях, допустим. Ты, допустим, друзья у тебя плохие какие-то есть, которые тебя в это тянут во всю грязь. Вот их надо отсечь. Там, не знаю, родственник, который тебя там, что-нибудь плохое тебе тянут. Их надо тоже отсечь. Это вот об этом речь. Что надо это все отсекать, иначе они тебя будут соблазнять всегда. Куришь, там, у тебя друзья курящие соблазняют. Все это ты не должен с ними. Если хочешь оставить, оставить это, естественно. Об этом речь. Интересно, например, считается, как вы не обречаете. Ну, а как еще? Я тоже. Вот сегодня первый раз зашел и подумал. Надо. Посмотрел, что тут творится. И думаю, нет, тут надо. Тут должно слово божие идти. А то тут заняли все. Не знаю, там какие-то садомиты, блудники всякие. Все место заняли. Ребенок сюда зайдет, он сразу на это нарывается. Да. Да, да, да. Представляешь, и ничего вообще им, ничего не делают это. Никто их не закрывает. Они там своими причиндалами крутят. Это вообще ужас какой-то. Ну, а ты в Бога не веришь. Ты знаешь, я верю, когда мне это нужно, когда церковь будет. Ну, корыстно веришь, корыстно. Может быть, я не знаю, как это называется. Ну, а у тебя... Чуть времени она не думает. Что-то не так. Я не знаю. Ну, нет, без веры никак. Без нее никак. Ну, какая-то сложность, трудность. Сразу вспомнишь о вере ведь. Это мы безверные. Мы так и делаем. У нас слабость какая-то. Мы сразу к Богу. Но надо всегда его славить. Что то, что он нас сотворил. Наш мир уже ждал, можно сказать. Мы отродились, и нас он ждал. Ты же тоже. Ну, я тоже молодой. Ты молодой. Уже все Бог приготовил для нас. И мы неблагодарны совершенно вообще к этому делу. Надо знать Слово Божие. Потому что Бог будет судить по Слову Своему. Это Он сам сказал. Сказал, не я буду вас судить, а Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Поэтому надо его знать. А если его не читать, то ты его не знаешь. А если не знаешь, то нарушаешь. А если нарушаешь, то погибаешь. И все потому, что не читаешь. Иван Златоуст так сказал. Ну, вероятно, неспокойство. Чтобы в последние свои дни. Ну, нет. Если ты по-настоящему начнешь верить, по спокойной жизни у тебя закончатся. Я тебе сразу говорил. Ну, если будешь вот все исполнять, все, что в этой книге написано, то все. Тебя мир погонит, вообще будь здоров. Не на работе, ничего. Вообще везде начнут спорить с тобой и прочее. Тебя гнать начнут. Спокойная жизнь заканчивается с этого момента. Но у тебя зато, да, в душе будет покой. Совесть будет спокойна. Когда покаешься, когда Господь простит. Он же взял все грехи мира на себя. Он взял мой грех на себя. Вот в этом же состоит-то и все христианство и состоит. Ну, какую веру верить? Их же много. Их как в магазин приходишь, выбираешь себе любую веру. Выстиную, выстиную. Надо искать истину, и Господь откроет истину. Искать. Если ее не искать, то вот эти кучи магазинов. Вот в этих магазинах фигня всякая продается. Истинная вера есть одна, и нету многих их. Она одна. Ее надо найти. Господь ее откроет. Если искать, ее откроет. Истинная есть Христос. Вот, понимаешь. Если человек не ищет, то ничего ему и не скажешь. Надо искать просто. Искать, молить. А кто-то не ищет, и ведь живет так же, как ты, как я, так же на этой планете. И ничего, нормально. Ну, есть много несправедливости в мире, правильно? Всяких. Много всего. Ну, вот, живет богатый, да. Он там кучу грехов делает. Сколько людей обворовал. И ничего с ним все хорошо. И ничего с ним не происходит. Ну, вот это, это само, вот это явление и говорит о том, что есть, есть суд. То есть, правда Божия, не обязательно, что здесь она будет. Она будет там. Вот то, что мы видим, мы, и поэтому мы в это и верим. И Господь ей сказал, что будут все судимы. То есть, будет суд, и где как раз каждый получит по заслугам. Те, кто был с Богом. Те пойдут в Царство Вечное. Те, кто были без Бога, в Гиену Огненную, где дьяволы и ангелы его. Так что... А если они не знают об этом, то они как-то вообще поздравляют Гиену Огненную. Они не знали о чем? А о Гиене? Ну? Ну вот, да, ты в курсе, что из Гиена Огнена есть рай. А есть люди, вот они там, почему-то, они крутят, они в курсе там, Раи, Гиену Огненную. Таких нет. Таких нет. Они все знают. Это, ну, совесть их обличает. Мне кажется... А, ну, совесть. Конечно, это же заложено... Все эти заповеди, это они не просто так, это не ограничение, это то, что заложено... Это законы, по которым мы живем, на самом деле. И они в нас заложены. Они в нас заложены, и совесть нас обличает за это дело. Они знают, что они плохо делают, они за это прячутся. Лицо свое скрывают там. Они знают. Если бы они не знали, что они делают плохо, они бы так не прятались. Ну, есть, конечно, бесстыдные вообще, которые не прячутся. Это уже все, там, а сатанилость полная. И что же, это какие-то люди другого сорта? Нет, нет, это все люди. Они бы мог... В том-то и дело, что это же можно не быть таким. Можно покаяться, и Господь освободит от этого греха. И после человек не захочет даже его делать. Просто не захочет. Никогда. Он будет просто вспоминать. Нормально, типа, если они это делают. Ну, дьявол им там внушил, и они это приняли. Ну, они-то знают, что они ненормально. На самом деле каждый человек знает, что ненормально делают. Уверен, что они знают, что... Уверен. А если они сознательно пришли? Они сознательно только не могут. Сами себе даже. Ну, а если они, например, уже зачаровались в Боге и сознательно, как бы протесты? Ну, это уже такая... Вот это уже стадия тяжелая. Это уже стадии, из которых тяжело выйти. Это уже хулана Духа Святого называется. По Библии. Когда человек... Как бы уже... То есть он не верит в... Милосердие Божие. Это самоубийство, можно сказать, при жизни уже. Человек само... Он уже как слумбится ходячий. Он не верится... И поэтому... Поэтому и не... Как бы... К Богу не идет. Потому что он не верит, что Бог его может простить и изменить. Так это устроено. Я это проходил, в принципе. То есть, ты когда грешишь, тебе внушает дьявол, что ты не можешь как бы вернуться назад. Ты все. Ты потерянный человек. Но потом... Слава Богу, Слово Божие. И благодать Божия. То есть, и помогли. И все. Когда ты в это уверовываешь, ты потом Господь буквально с тебя снимает все эти грехи. В буквальном смысле ты больше их никогда не... Совсем с вами этим грузом ходишь. Не успокаиваешься. Нет. Ты не... Он есть. Но у тебя Господь снимает. Это... Это ощущается физически даже. Не то, что даже душевно. Физически. Это любой человек. Это жизнь меняется. Вера, конечно, сильная штука. Ну вот, смотри. В Бога верующих, да? Два миллиарда в мире. Христиан, два миллиарда мусульман. Их много очень верующих-то в Бога. На самом деле. Все Нобелевские премии 80% там, или сколько, 90%. Люди верующие. Ну, они верят в Бога, да, конечно. Они из религии в Бога, только что. Они верят в Создателя. Ну, в Создателя, да. Не все, конечно. Но не все до спасения дойдут. Это понятно. Мало людей дойдут до спасения. Но сами не захотят, потому что. Но все званные будут. Господь всех призывает. Он всех звал. Всех зовет. Вот я, собственно, сюда и захожу, чтобы, может, кто-то услышит что-то. Спасение – это когда перед смертью ты ощущаешь спокойствие? Не, спасение – это когда ты после смерти в Сашество Божие идешь. После смерти – это когда ты физически умер, да, еще кто-то есть после смерти? После смерти, да, душа идет вначале на суд. Ну, то есть Господь судит человека по делам. И после этого она идет либо в ад, либо в рай. Но это все тоже до последнего суда. То есть это как бы есть над каждым отдельный суд человеком после смерти. Об этом говорит Слово Божие. А есть великий суд, который страшный суд, который над всем человечеством. Там уже будут люди, когда люди воскреснут, имеете в виду. То есть Господь всех воскресит в последний день словом своим. Все воскреснут. И тогда он разделит людей. По правую сторону поставит тех, кто были с ним, исполняли заповеди его. И по левую те, кто, как он говорит, козлища, которые не знают его. И он скажет, идите в огонь вечный. Который готовил… Дьяволу и ангелами его. Это в теле будет. То есть в этом теле, которое воскреснет. Но оно будет уже бессмертное, оно бесконечно, человек будет мучиться. Бесконечно. Зачем же такие вообще? Ну, человек избрал такое, что теперь. Мы не можем это, мы не можем это судить. Как Бог устроил, Он как нам открыл, так мы и поэтому судим. Я тут не даю… Мы судим по своим человеческим критериям. По человеческим критериям, если такие мучения, мучения, страдания, то всегда плохо. Ну вот почему-то он для нас почему-то такое открыл, что там мучения. Понимаешь? Может мы потому что глупые. И нам только это и надо. И нам хотя бы так нас отвратить от этого. Хотя бы так. Он нам открыл, что там мучения. Плач и скрежет зубов. Так что… Ну а жизнь, как ее надо? На полную катушку или все-таки как-то придерживаться? Как-то жить правильно? Ну жить надо по слову Божьему. То есть ты полностью подчиняешь себя слову Божьему. И тогда жизнь становится интересная, насыщенная. Она вообще становится совершенно другой. Не как у неверующих. Неверующие они всего боятся. Они тут начальника боятся, здесь кого-то боятся. Ну а если человек неверующий и он не боится, короче. Ну он не боится только от дерзости. Из-за того, что дерзкий, он считает себя всех выше. Верующие они не боятся, потому что боятся только Бога. Он боится согрешить. Верующий боится только согрешить. А неверующий он… Он боится быть праведным, неверующий. И все. Но есть же свободные люди, которые… Так свободные только верующие. Все остальные, все не свободные. Верующие имеют слово по-настоящему. Они же тоже не свободные верующие. Они являются как Слово Божье. Они свободны от греха. Такой полной свободы только Бог ей обладает. И как бы ее не существует. Да как грех, это же тоже проявление жизни. Это проявление смерти. Проявление смерти. Человек согрешает, он в ту же секунду умирает уже. Духовно мертвый становится. Он уже ничего не видит, ничего не слышит. Раз грех, смерть, раз все это было бессмотлено, раз это Богом созданно, значит это нормально? Нет, это Бог не творил. Это производная свободы воли. То есть человек может избрать, пойти против Бога. Это Бог не творил, а это существует. Ну это человек, это сотворил дьявола, сотворил человеку. Это выбор его он сделал. То есть это противление. Зла же нету по сущности. Это просто противление воле Божьей. То есть ты противляешься. Идешь против блага. Вот это и есть грех. Ты сопротивляешься и как вот законы физики, против законов физики идешь. И тебя это бьет просто и все. Это патология, это не должно быть. Это патология, да. Это патология. Грех это патология. Почему в Божьем мире в этом, который изякнулся, у него какие-то патологии есть? Он в том-то и дело, что он этого не создавал. Он свободного создал человека. То есть свободного. И он может употреблять эту свободу. И против Бога идти. Но если Бог созидает все, допустим, все творит, творит только добро и любовь, то если ты против этого идешь, ну вот это и обратная сторона начинается. То есть это все искажается просто. Какой-то берется Божий закон, допустим, и он искажается. То есть ты... Так получается, можно прожить злую жизнь. Но это тоже жизнь будет? Ну, это будет жизнь, только вот в теле она будет. Но по сути она будет, это просто такая длительная смерть. И после превратится в бесконечную смерть. Ну то есть, отдаление бесконечное от Бога. Бесконечное бесконечное. Можно так прожить жизнь? Можно. Если про вот эту физическую жизнь говорить? Можно, конечно. Но Бог это терпеть так тоже не будет долго. Он же... Это же его мир. Он творец. Долго так не придется это терпеть. Да и потом... Да это мучение. Да это ты мучаешься просто, понимаешь? Ты там от пьянки до пьянки. От блуда до блуда. От кайфа до кайфа. Ты только живешь этими... Живешь только этими вещами. То есть, ты... Здесь у тебя наступит... Кайф получил. Потом у тебя депрессия. Ты начинаешь... Тебе плохо. Тебе надо будет где-то это опять что-то сделать. Напиться. Покурить. Че хочешь. Обмануть. Ты там страдаешь из того, что у тебя денег нету. Страдаешь. От всего ты страдать начинаешь. И это тебя... Еще от тебя будет двигать еще сильнее на грех. И ты бесконечно будешь бесконечно бесконечно в этих грехах. Тебя дьявол просто из лап не выпустит. Но Сын Божий освобождает от этого всего. Но это же тоже сценарий. Кто-то живет, так правильно. Но это... Кто живет, это вот тот такой себе сценарий делает. Но конец этому всему гиена. В том-то и дело. Господь предупреждает, что конец этому гиена. А если гиена, то... И как бы... А что еще надо только ему? Чтобы не знать ничего об этой гиене. И все. Чтобы не верить в это. Для этого-то не веря только в этом и заключается. Чтобы избежать ответственности. А верующий, он ответственный. Он знает, что он за каждое слово, за каждую мысль будет нести ответ пред Богом. А неверующий ничего это не знает. Точнее, он это знает, у него совесть. Но он это не хочет признавать. Не хочет свободу получить от греха. Хочет только свободы от праведности. И все. Но вот люди, которые в Бога не верят, они же... Я не знаю. А в детстве же все мы не верим. Что ты какой-то Бог. Они же отказались сами от этого. Ну, в детстве кто им? Неверующие родители, которые еле-еле верят. Знают, как свечку только поставить. И все. В Бога-то не... Можно же так словами-то говорить Бога, что веришь, веришь. А жить-то не по-боже. Человек, получается, без Бога рождается. И ему пока не расскажешь, как правильно... Правильно не начнет. У него это есть... Человек рождается сразу с верой в Бога. Это вот дети почти все, им там не надо ничего объяснять, они это... Но правильно, правильно верить, конечно, это надо объяснять. Но Бог не будет тебя судить за то, что ты не знал, понимаешь? Он тебя судить за это не будет, но он рассудит за то, что мог... То есть ты как упротивился этому, что знал, или не противился. По совести твоей начнет тебя судить. Но и опять-таки, сам Господь сказал, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, не увидит даже жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. То есть, если Человек не верит в Сына Божия, Иисуса Христа, то он даже не увидит жизни, вообще не увидит ее. Евангелие от Иоанна, 3.36. Ты помнишь, что здесь нас... Главное такое... Ну, стараемся каждый раз читать. Если не читаешь постоянно, эти, заботы мира, они тебя просто... Со всех сторон же разная информация, со всех сторон тебя сбивает с пути. А Библия, это... Ты на ней стоишь, и все, ты с нее не сходишь. Тебя никто не может сбить, ты знаешь Слово Божие. И Бог тебя благодатью своей подкрепляет. Знаешь, сколько людей меняются, когда читают Слово Божие? Это так не бывает просто. Это... Это все Божье дело. Оно как луч прожигает просто все. Ну, они меняются, потому что у них тяжелый груз вины, все вот это... за какие-то поступки, и они видят это. Ну, это же есть. Ну, это груз вины-то, потому что он есть. Он есть, как бы. Это и есть вина. То есть, в том-то и дело, что человек не может ничем удовлетвориться. Он не понимает, он ищет, не понимает, что с ним не так. Он ищет... Да, он не знает, как от этой вины избавиться, и ему вот такой простой выход предлагают, и так, что это... Ну, это... Согласись. Это на самом деле выход-то непростой. То есть, ты... Ты же будешь осужден. Ты же будешь осужден, если ты не возьмешь крест, не последствия за Христом, не будешь сплантировать заповеди. Ничего тебе это не поможет. Ты просто будешь осужден так же со всеми. То есть, ты это... Если ты посмотришь заповеди, хотя он и говорит, что они, как бы, легкие, но для грешника они очень тяжелые. То есть, ну, Господь их подкрепляет, чтобы их сделать. Но все-таки это... Никак ты без этого... То есть, это не облегчение ни капельки жизни. Тебе жизнь будет в сто раз труднее, но просто тебе будет... Душа у тебя будет, да, в покое. Да. У меня вопрос еще вот такой появился. А ведь есть же такое явление, да, как садомазохизм и общих чертах, это когда тебе нравится, там, боль, страдания, увечья. А вот если тебе нравится, против Бога, как бы, идти и грешить, это же хорошо будет. Ну, это обольщение дьявольское. Ну, то есть, что, человек... Ну, а так, кстати, грех так и устроен. Он, ну, то есть, смотри, вот любой возьми, там, пьяницу, да, каждый человек знает, что он себе делает плохо. Он пьет, и он чувствует, что ему плохо, после еще хуже не бывает. Но он не может, он дальше опять идет, это делает. И так же это и противление против Бога. Это просто уже дьявол овладел. Постом и молитвой изгоняется, и все. То есть, вера в Бога, пост, молитва, и все, это дьявол побежит. Да, но есть как бы гиена огненная, и ее как бы подразумевается, что бояться нужно правильно. А если... А если нет страха, да? А если ты, да, привык, что боль, это хорошо, и ты, наоборот, ради интереса хочешь, гиену огненную. Ну, там боль не физическая же будет-то. Ну, и физическая в том числе. А даже, да не важно какая, ты же привык, что вот боль это нечто экзотическое, чего не хватает в жизни. Вот и так вот можно гиену огненеть. Ну, это просто не знаешь, о чем говорит. Человек не знает просто, о чем говорит. Ну, просто не знает. Там не будет такого, что тебе понравится. Или вот этому человеку, о котором ты говоришь. Не будет такого. Не понравится. Ну, не знаю. Может быть. Потому что, знаешь почему? Как сказано, то есть на суде, когда встанет, ну, вообще, на суде, когда встанет человек, то он не скажет, что его несправедливо осудили. То есть Господь так сделает суд, что каждый человек увидит все, что в нем. И он сам себя осудит. То есть сам человек будет быть к этому готов. И гиену огненной будет не только в физическом заключаться, а в том, что человек никогда, он знает, что никогда не может вернуть назад, повернуть время. Он будет вечно мучиться от этого только. От того, что больше никогда ты все, Господь... Если он с ума так сойдет от такой информации. Нет, он с ума уже не сойдет. Все это... Он всегда будет осознавать, да? Да. Да, 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 да. Вот именно. Вот такое вот проплёте, да. Ну, это... Это плакать надо на самом деле. Ну, как... Если люди идут к такому. Они уже при здесь... Уже при здесь при жизни в аду. При жизни. Ну, это жизнь. У нас много происходит. Ну, каждый выбирает. Это происходит, потому что каждый выбирает это. Ну, видишь, как прекрасно. Каждый свободен в операции. Верно. Это вот, кстати, то, что Бог не может делать. Вот говорят же там, может ли создать камень, который не может поднять. Ну, вот. Бог не может много чего. Он не может солгать. Он не может... Он не может нарушить свободу воли человека. Он это... Сам себе поставил такие ограничения. Он не нарушает ее. То есть, каждый человек идет по своей свободе. Вот и все. А иначе бы тогда мы были просто... Кто? Роботы простые. Которые просто идут по его. Блин, а вот смотри, а типа люди, они могут попадать в Брай, да, или ВА. А если зверек, наверное, что такое? С ним ничего не происходит. Его не становится просто. Ну, как его не было до этого, так и не становится после. Так а звери человек разное что ли? Ну, сказано, что у зверей у них душа в крови. Кровь все пролилась, все, больше нету. А, я понял. Нету ничего там. Ну, то есть, человек это сверхсущество такое, да? Ну, это самое... Это венец, венец творения. Сознан по образу и подобию Божьему. То есть, его Господь создал. И вы слышите, что люди все-таки зазнаются его? Ну, когда на место Бога встают, то да, да, зазнаются, конечно. И когда его не слушают, зазнаются. А так-то что это зазнаваться-то? Сказано по образу и подобию. Все. Потому что он венец творения. Ну, там, конечно, не сказано, что венец творения. Но из того, что мы знаем, из того, что он создал, это как один из... Но будет ли, представляешь, Бог сходить, воплощаться, страдать на крест, то есть, идти на крест ради человека, то есть, брать все грехи на себя, ради какого-то там... на уровне животного, какого-то там существа? Нет, он, значит, очень ценно для него это. То есть, ради спасения человека он воплотился в человека, то есть, стал полностью, как мы люди, как человек, Иисус Христос. То есть, не как, а человеком стал. Две природы, божественные и человеческие, Бог и человек. И не просто, он же не согрешил ничто, и пошел на крест, то есть, его убили, и он после воскрес. Но он взял наказание за грех, смерть. Вот по Божьему миропорядку, человек согрешивший, в воздаяние ему уже смерть идет. И каждый человек это знает, он согрешил, и вот ты как говоришь, вина, которая над ним висит, которая давит, и человеку... Он не знает, как от него освободиться. Ну и Господь пришел, для чего и пришел, он взял грех мира на себя. И он, он смерть, он смерть понес. То есть, смотри, я должен за свои грехи им принести смерть, и он взял и понес, взял на меня свой грех, мой грех на себя взял и претерпел смерть. То есть, он ответил за... Почему он это сделал? Он ответил за мой грех, чтобы я после пошел за ним, чтобы я пошел за ним, чтобы мы... А, он вербует это так. Это проявление его любви, мы по любви это делаем. Все христиане по любви это делают, Потому что даже гиена, видишь, не помогает. Мы не перестаем грешить, гиену не боимся. И тогда он сам пришел и показал, как надо делать. И взял наш грех. То есть мы уже из любви это делаем к нему. А страх гиены, это нам помогает, чтобы мы не отошли от него. И он сказал, кто будет веровать в меня, того грехи я прощены. Потому что он взял этот грех на себя. И претерпел за него уже смерть. В этом плане человек как зверь. Его страхом пригрозит. Он его, представляешь, бог со всех сторон человека обложил. Со всех вообще обложил. Хоть как-то его, то есть чтобы вытащить его. Со всех. Со стороны страха, со стороны любви. Со всех сторон. Да, из-за того, что человек такой сложный и комплексный. Из-за этого он не страдает. Да, очень сложный. После грехопадения Адама, человек расстроился. Как бы, расстроился. У него душа и тело, все стали друг с другом воевать. Тело одно хочет, душа другого хочет. Вот. И Господь это все восстанавливает. Он это все восстанавливает. Ну ладно, а как тебя зовут-то? Это не важно. Ой, ко мне там крыши. Мне надо идти. Ну ладно, мир тебе, давай, с богом тебе. Всего хорошего. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok